Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу поделиться своим мнением от использования тканевых масок Фаберлик. У меня осталась уже последняя, шестая. Это омолаживающая маска для лица с пептидами антигравитация. Все тоже красивый сиреневый конвертик с маской. Что здесь обещают? Пептиды самые умные косметические ингредиенты, пробуждающие внутренние ресурсы, как кожа к самообновлению. Маска с пептидами активизирует синтез структурных белков кожи, обеспечивая лифтинг эффект. Рекомендовано использовать регулярно для омоложения кожи. Все тоже тоненькое кликало из нетканого полотна. Удобное оно, плотно прилегает к коже, хорошо держится, никуда не скользит во время использования. Эссенции много, пропитки. Также я держала 15-20 минут, смыла. Здесь заявлено, конечно, лифтинг эффект. Я его не почувствовала, поэтому этой масочке я могу поставить только четверочку. Потому что эффект есть, конечно, от нее. Кожа гладкая, напитанная. Но вот этого лифтинг эффекта я не почувствовала. Может быть, каждому типу кожи свое. Или, как здесь заявлено, что рекомендовано использовать регулярно для омоложения кожи. То есть, может быть, нужно провести целый комплекс этих масочек. Неделю или две штучек, пять может быть, попользоваться. И тогда будет накопительный эффект. Ну, вот такое мнение об этой маске. И хочу я поделиться, уже полностью подвести итоги. Я попробовала в этой серии все шесть масочек. Это с витамином С, тонизирующая маска для лица, энергия. Алоэ, восстанавливающая маска для лица, безмятежность. Гиалурон, увлажняя маска для лица, преображение. Коллаген, успокаивающая маска для лица, тонус. И выравнивающая маска для лица, сияние с жемчугом. Конечно же, все шесть масочек я попробовала. Эффект от каждой масочки по-разному оказывал влияние на мою кожу лица. И я из шести выстроила себе топ-6 масок, которые я бы отнесла на первое место и на завершающее место. И хочу с вами поделиться. Конечно же, лекала у всех масочек одинаковые. Упаковка интересная, разные цвета, яркие упаковки на матовом эффекте. Вот эти глянцевые капли или вот алоэ. Интересная упаковка, большая. Везде на обратной стороне подробная информация. То есть и способ применения, и состав, и изготовитель. Изготовитель у всех масок. Чина. Так, Китай. Чина, Китай. Срок годности 24 месяца. Везде, в каждой масочке было достаточно эссенции. Единственное, что аромат, понятно, что был кое-где разный. Что еще? Состав. Состав тоже у каждой маски, как ни парадоксально, везде почти одинаковый. Единственное, что где-то есть вот эти вот компоненты, которые заявлены. То есть основное это глицерин, гиалуронат натрия. И где-то на пятом месте идут вот эти ингредиенты, которые заявлены. Здесь коллаген, здесь, конечно, экстракт алоя, витамин С, гиалурон, здесь коллаген, экстракт жемчуга и пептиды. То есть на пятом месте везде есть эти заявленные ингредиенты. Итак, на первое место я хочу отнести вот эту масочку с витамином С. Она хорошо мне увлажнила и тонизировала кожу лица. Действительно, после ее использования мягкая, шелковистая, приятно дотронуться. И приятный аромат у этой масочки. Я ее на первое место и всем рекомендую. На втором месте у меня это алоя. Восстанавливающая маска без мятежности, реальная без мятежности. Очень приятный такой травянистый аромат, приятный на лице. И после использования тоже есть легкая матовость. Очень приятная в использовании. И после нее кожа бархатистая, увлажненная, напитанная. Классная масочка на втором месте. На третье место я бы отнесла маску. Вот эту с гиалуроном. Наверное, больше всего я люблю увлажнение. Вот действительно она мне увлажнила лицо. Классная масочка. Вот ее на третье место. На четвертое место я бы отнесла маску коллаген. Это укрепляющая маска для лица. Тонус. Несмотря на то, что она при нанесении мне начала пощипывать, покалывать мои сухие участки. Это было на щеках, в районе губ и крыльев носа. Мои самые сухие участки. Но это показало, что масочка действительно реально работает. Вот поэтому понравилась мне тоже эта маска. Но отнесу ее на четвертое место. На пятом месте я поставлю сегодняшнюю маску с пептидами. Омолаживающая маска для лица. То есть эффект есть от нее, но недостаточный. И завершающая маска. Шестое место. Это выравнивающая тон маска для лица. Сияние. Я бы сказала, что после нее масочка неплохая. После нее я, как бы понятно, тактильные ощущения кожи приятные. Крем наносить не хотелось дополнительно. То есть было достаточно увлажнения. Но вот этого заявленного эффекта сияния кожи, я его не обнаружила у себя. Поэтому я ее отношу на последнее место. Итак, это мои впечатления от этих масочек. Я с вами поделилась, расставила их всех по местам, как мне, на мой взгляд, кажется. И что я хочу сказать. Конечно же, как заявляет производитель, от каждой новой бьюти маски, бьюти ухода за лицом, кожа становится все лучше и лучше. То есть больше и больше мы за ней ухаживаем. Кожа, конечно, за это очень благодарна. Поэтому я хочу сказать, что очень даже приличные маски. Они мне понравились, эта серия. Могу вам смело рекомендовать. И на этом все. Всем спасибо. До новых встреч на моем канале.